Всем привет! Хочу рассказать вам о не совсем обычных антеннах для скрытой невидимой установки на автомобиль. Да, антенны эти совсем не предназначены для радиолюбительства, но во-первых, напомню вам, что мой канал посвящен радиосвязи вообще, а не только радиолюбительству. А во-вторых, хочу напомнить некоторым радиолюбителем, что радиолюбителство, вообще само слово это . То есть человек, который любит радио, которому интересно все, что связано с радиотехникой, радиосвязью, радиостанции, приемом передачи сигналов, а не обязательно, только то, что можно применить для радиолюбительства сидеть и проводить однообразные бесцельные связи на любительских диапазонах. Так что, сегодня мой рассказ об антеннах для скрытой установки. Антеннами для скрытой установки, конечно же, пользуются в основном различные службы, которые не хотят, чтобы их автомобили как-то выделялись из общего потока с помощью антенн на них установленных и используют антенны для скрытой установки. Но ничего не мешает и частному лицу установить на свой автомобиль такую антенну, но смысла в этом большого нет. Антенны такие бывают в основном двух типов. Это антенны, предназначенные для установки на стекло и антенны, предназначенные для установки внутри под какими-то пластмассовыми радиопрозрачными элементами конструкции автомобиля, внешними элементами. Чаще всего это бампер конечно же. Существует еще вариант использования антенн магнитола радиоприемника в автомобиле также для систем радиосвязи, но сегодня разговор не об этом, а об антеннах для скрытой установки. Сейчас у меня здесь две разных антенны. Производитель панорама. Панорама антенна, естественно, не наш неотечественный производитель. Я вам на примере этих антенн все сейчас покажу и расскажу. Первая антенна имеет вот такой вот вид, можно сказать, в виде небольшого диполя, от которого от центра отходит кабель. Кабель с разъемом FME. Эта антенна предназначена для приклеивания ее куда-либо, например, к стеклу внутри автомобиля. Соответственно, дна поверхности, вот эта вот синенькая, она закрыта, покрыта очень липким двухсторонним скотчем, очень прочным. И, соответственно, сейчас вот эта вот синяя штуковина, это защитный слой, который при установке антенны должен быть отсюда снят, отклеен, и антенна уже будет один раз куда-то приклеена. Эта клеющая поверхность, она, можно сказать, одноразовая. Нормально она работает только первый раз, поэтому сейчас эта антенна новая. Я не буду отклеивать, соответственно, защитную пленку здесь, так как антенна потом будет куда-то установлена. Не мне на автомобиль, мне это не требуется скрытой антенны, но все равно она куда-то будет установлена, поэтому не буду сейчас эту пленку отклеивать и, так сказать, расходовать ее. Просто покажу вам антенну в таком виде. Рабочий диапазон частот ее заявлен в 380 по 400 МГц, то есть это не обычная UHF антенна, а антенна на диапазон 380 МГц. В той стране, где находится производитель этих антенн, часто используется в этом диапазоне системы связи Тетра. Эта антенна так и позиционируется, что антенна для систем Тетра, антенна быстрой установки. В комплекте с этой антенн есть даже вот такая вот запакованная, запечатанная салфетка для того, чтобы тщательно протереть стекло, на которое будет приклеиваться эта антенна. Располагать ее желательно вертикально, так как антенна имеет свою поляризацию и в основном все стационарные базовые антенны Тетра тоже имеет вертикальную поляризацию, то антенну надо устанавливать вертикально. Об этом, кстати, сказано вот здесь вот в инструкции по ее установке. Кабель у этой антенны тонкий и гибкий, гораздо более гибкий чем RG58. Длина его здесь около 3-4 метров. Можно эту антенну где-то внутри салона автомобиля приклеить к стеклу и проложить соответственно этот кабель к радиостанции. Не сказать, чтобы абсолютно была эта антенна незаметна, конечно, на стекле можно будет рассмотреть. Не думайте, что будет синяя полоска, после того, как мы отклеим этот защитный слой, конечно же, там антенна будет черная. И заметить ее можно, но сложно. Особенно, если расположить ее, приклеить вертикально с каким-то рядом с вертикальным каким-то краем стекла автомобильного. Вот такая вот антенна. Чуть позже мы с вами посмотрим, как она работает. Вторая антенна имеет вот такой вот уже вид. Она предназначена для установки не на стекло, а на бампер. Так и называется, кстати, БМП-1. Она тоже может быть приклеена с помощью двухстороннего скотча, который нанесен на одну из ее поверхностей. Она немножко гибкая, то есть если у вас поверхность бампера не ровная абсолютно, а как-то вогнутая или выгнутая изнутри, то можно ее, соответственно, тоже погнуть. Она вот так вот легко гнется. Можно ее крепить с помощью четырех винтов. В ней есть четыре крепежных отверстия. Вот здесь вот сейчас они заклеены двухсторонним скотчем, но при установке, соответственно, можно этот скотч легко проткнуть и прикрепить ее за эти отверстия, если захотите продырять свой бампер. И, соответственно, будет видно эти четыре дырки, ну и так далее. Ну, в общем-то, можно и закрепить с помощью винтов, так как снаружи все равно будет непонятно, что там за эти винты закреплены. Антенна, конечно же, тоже имеет поляризацию. На ней стрелками обозначено, как ее нужно устанавливать для вертикальной или для горизонтальной поляризации. Рабочий диапазон частот ее 450 по 470 МГц, то есть верхняя часть UHF диапазона, соответственно, тоже антенна предназначена, конечно же, для профессиональной связи. Разъем используется тоже FME, но кабель здесь гораздо толще. Он диаметром, как RG58, но своей какой-то маркировки панорамовской, видимо, это какой-то с низкими потерями. Кабель аналогичный тоже RG58 или 223. Так как антенна это будет устанавливаться в бампере и от бампера прокладываться куда-то к радиостанции в салон или вместо установки радиостанции, то вот такой вот более толстый кабель. Он будет проложен не по салону от окна, а соответственно где-то по более таким местам с жесткими условиями, поэтому более толстый, более прочный кабель. Конечно, сейчас я тоже не буду отклеивать здесь защитную пленку с липкого слоя с двухстороннего скотча, так как антенна новая и будет где-то еще когда-то она установлена. Тоже, видимо, не у меня, так как мне это не надо. У меня антенны установлены сверху на автомобиле гораздо более эффективные, чем такие. С точки зрения эффективности, конечно, такие антенны это компромиссный вариант, они гораздо будут менее эффективно работать, чем антенны установлены сверху на крыше автомобиля, неважно как закрепленная, на магните или постоянно для этого диапазона UHF. Такая антенна, она, во-первых, расположена всегда ниже, во-вторых, она всегда очень близко с какими-то металлическими предметами, эффективность ее меньше, но такая плата за ее скрытность. У меня с собой антенна анализатор ARINST VNAPR1. Очень удобная и хорошая вещь, часто мне помогает в моих делах и экспериментах, и я к нему подключил эту антенну через вот такое вот нагромождение из переходников. Переходника с FME на SMA сразу у меня не нашлось, поэтому получилось вот через три переходника еще подключить. Но это, в общем-то, не важно, так как у меня всего лишь сейчас даже не эксперимент, а я просто хочу посмотреть приблизительно, где минимум ксв, где резонанс у этой антенны, а работать через такое нагромождение переходников, конечно же, она не будет в постоянном режиме. Итак, располагая ее вертикально, мы видим, что минимум ксв между, у меня два маркера здесь установлены, на 380 и на 433 МГц, и между ними как раз где-то минимум, то есть в районе 400 МГц, она имеет минимум ксв. Причем этот минимум практически очень маленький, близкий к единице. Точно определять резонансную частоту этой антенны я сейчас не буду, так как задачи у меня такой нет, использовать я ее не собираюсь. Просто мы посмотрели, что действительно она имеет резонанс на заявленных частотах. Подключим теперь через этот же переходник вторую антенну бамперную, она у нас предназначена для работы в диапазоне 450-470, соответственно будет повыше у нее где-то резонанс. Да, действительно видно резонанс, вот у меня третий маркер установлен на частоте 450 МГц, и чуть выше него видно как раз минимум ксв этой антенны. В общем-то ничего удивительного, новые антенны, конечно они работают в заявленных частотах, никаких элементов подстройки этих антенн нету, они работают только так, как они изготовлены. Соответственно подстроить, настроить на нужный диапазон эту антенну нельзя. Можно наверное ее как-то вскрыть, но тогда она потеряет свою герметичность, корпус ее прорезиненный полностью, весь вот так вот закрытый, заполненный резиной. А еще кроме антенного анализатора, у меня есть с собой анализатор спектра ARINST, и о том, и об другом приборах я рассказывал в отдельных видео на своем канале, и сейчас я эти антенны подключу соответственно к анализатору спектра. Антенна на диапазон 380-400 МГц, наблюдаем с помощью нее сигнал на частоте 390 МГц от высокочастотного генератора, тоже кстати ARINST, который расположен в 20 метрах от меня, вот в том вот направлении. На стоечке рядом с ним, рядом с этим генератором установлена антенна из двух телескопических вот таких вот антеннок, и соответственно она используется как вертикальный диполь. И я получаю сигнал сейчас на анализатор спектра. Если вот так вот подвигаться, поискать максимум, то максимум удается найти с уровнем, наверное, минус 70 dBm. Достаточно большое значение, но расстояние до генератора маленькое. Мощность на генераторе установлена конечно же очень маленькая, минус 20 dBm, и здесь в лесу я думаю, что никому я не помешаю на этом диапазоне. Я думаю буквально метров через несколько сотен такого густого леса, сигнал этого генератора маломощного уже обнаружить, поймать будет нельзя. Для чего я подключил антенну к анализатору спектра? Для того, чтобы сравнить с штыревой антенной, вот с таким вот телескопом. Не знаю, на какую длину его надо разложить, на самый маленький он явно будет коротковат для 380 МГц. Я думаю, что вот так где-то будет он более-менее в резонансе. Тоже получается минус 70 минус 71 dBm, то есть примерно точно так же эта антенна работает, как и штырёк. Но штырёк, соответственно, он вот такой вот, а эта антенна для скрытой установки. И вторая антенна, предназначенная для установки в бампер. Диапазон рабочих частот 450-470 МГц, на середине тоже рабочего диапазона, на частоте 460 МГц, теперь работает мой ВЧ-генератор в 20 метрах от меня. Ищем тоже максимум показаний, максимум тоже получается в районе, то же самое в районе минус 70 dBm. И точно так же сравним со штыревой антенной. Теперь уже на этой частоте штыревую антенну немножечко подстроим, сделаем чуть-чуть покороче. Частота у нас повыше стала. Ну тоже в районе минус 70, может быть минус 69, может на децибел здесь побольше стал уровень на штыревую антенну. Вот такие вот интересные антенны. Я думаю, что многие из вас занимаюсь радиолюбительством, радиосвязью в каком-то виде. Таких антенн вообще никогда не встречали. Я надеюсь вам интересно было посмотреть это видео про антенны для скрытой установки на автомобиль. Конечно, для радиолюбительства они не нужны, да и диапазон частот у них не совсем любительский. Но еще раз повторюсь, что настоящим радиолюбителю интересно все, что связано с радиоаппаратурой, радиостанциями, антеннами. И конечно, я надеюсь, что узнать что-то новое вам было интересно про такие антенны. Конечно, в их эффективности работы ничего такого нет. Вот эта антенна практически как обычный диполек, может быть даже немножко укороченный, работает по эффективности. Они обе работают примерно как штырь, то есть практически тоже как диполь. Так что ценность их, конечно же, не в эффективности, а в скрытности установки. Также часто с такими антеннами применяют делители мощности, установив две одинаковых антенны. Например, на передней и задней бамперы, чтобы излучение было равномерно в обе стороны. Устанавливают две одинаковые антенны и подключают их к делителю мощности, а его уже подключают к радиостанции. Ну или соответственно тоже на каких-то стеклах на разных ставят две вот таких вот антенны. То есть часто бывает еще установка нескольких антенн, скрытных, и объединение их с помощью делителя мощности. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Существует много разных радио устройств, антенн различных радиостанций, приемников, интересных систем связи. Я по возможности пытаюсь вам об этом рассказывать. Так что смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и Фейсбук. Еще у меня есть канал на Яндекс Дзен. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok